Большая делегация из Арзамаса побывала в Сарове 20 июля. За опытом в наш город приехали специалисты, работающие в области молодежной политики, а также развития физкультуры и спорта. Вы-то, я имею в виду жители города Саров, легко бываете, проездом или как? То есть, знаете, и все. А мы здесь не бываем, и нам это интересно все было, как живут здесь люди. О том, как обстоят дела в Сарове, рассказывала директор департамента по делам молодежи и спорта Лариса Пустынникова. Говорила, например, о причинах отказа от клубов по месту жительства, расположенных в жилых домах. По понятным тоже причинам, я думаю, причины у всех одинаковые, жалуются жильцы. Все вопросы, которые там решаются в клубе, надо согласовывать с жильцами, с дворовыми площадками, с тем, когда мы выходим на улицу, когда мы шумим, когда мы не шумим, поэтому мы отказываемся. К нашему счастью, нам передали достаточно большое здание ОБЦ, куда мы фактически вот эти мелкие клубы сейчас переводим. И до этого нам передали большое здание ЖЭКа. Наверное, для горожан, которые привыкли, что клуб шаговой доступности в первый момент создавал некую проблему. И это, конечно, вот в первый момент вызвало такую реакцию, что, ну, выкрываете клубы и так далее. Но сейчас вроде есть понимание, не такой большой город Саров, чтобы там добраться. Гости в основном слушали и задавали вопросы, однако немного поделились и своим опытом. А Розамасу, например, довелось поучаствовать в областной программе поддержки молодых специалистов, действие которой на сегодняшний день уже завершилось. Удалось привлечь молодых тренеров-преподавателей, 18 человек. Они получили машины. Первое время, конечно, все не верили, что такое может быть. Но когда приехали все четверо на машинах, в 2009 году у нас было 4 человека по этой программе. И давали 1,3 млн. для покупки жилья, можно вторичного. Первый год мы просто молодых специалистов уговаривали. Просто уговаривали. Вот. Чтобы 10 лет, казалось, это очень много, отработать в сфере спорта. А как оснащен Розамас спортивными сооружениями? И какие виды спорта сейчас на подъеме у наших соседей? У нас есть физкультурно-раздрительный комплекс, о котором вы сейчас мечтаете, скажем, да. Это достаточно крупный объект, который сейчас стал центром притяжения, что ли, в городе. Еще такой небольшой нюанс. У нас есть еще физкультурно-раздрительный комплекс в районе. А это другой муниципалитет, но это находится тоже практически в пригороде города, как у вас вон Цыгановка, скажем. Очень популярно у нас всегда исторически было легкая атлетика, велоспорт, хорошие результаты по борьбе. И вот сейчас новый вид спорта, который у нас буквально не очень давно культивируется, это фехтование на подъеме. И очень популярен, и результаты. Ну, как бы пошли вот сейчас уже хорошие дети, которых набирали там в 9-10 лет, они сейчас начинают подрастать уже к юношескому возрасту, и в сборные команды начинают их привлекать, в кадетские там. Я могу неправильно там сказать формировку, то есть в своих возрастах они уже попадают в сборные команды России даже. У вас, значит, очень, вот с 10-го, по-моему, года, да, реконструкции там, ремонтов всяких произведено, такое количество. Вот я стадион знаю, помню, еще приезжал сюда, когда мы их следить, играть, вот, на стадионный кар совсем другое было сооружение. То есть классное, а у нас вот все осталось еще там в прошлом, в 20-м веке, все спортсооружения, вот, кроме, я говорю, вновь построены. Три спортивных школы, Центр физической культуры и спорта, спортивно-оздоровительный клуб, ну и клубы, естественно, клубы частные там. Гости из Арзамаса посмотрели наш стадионный кар, в частности, бассейн «Дельфин» и расположенный в нем музей спорта. В планах также было посещение молодежного центра на улице Куйбышева.